В соцсетях только и обсуждают то, что общупит. Все направо и налево обзывают нас фашистами. И все, что мы делаем, это фашизм. То, что пускаем людей только по QR-кодам и удостоверения личности. Обалдеть. Юристы включились в это дело и говорят, что мы нарушаем как минимум 4 уголовных статьи. Вот это да! Постановление губернатора не является законом и на него можно подать в прокуратуру. Ссылаться на него незаконно, общепиту. Еще одна статья гласит о том, что гость имеет право не распространять. О том, что он болеет от своих болезней и так далее. Он может прийти больной с ковидом, походить, позаражать всех в заведении. И дальше уйти по своим делам, ни о чем не думая. А тот человек, который заразился, придет домой, заразит свою бабушку, дедушку и так далее. Это нормально. А также, согласно правилам, человек с открытым туберкулезом тоже имеет право зайти в заведение, на всех начихать, накашлять, но зато его права будут не ущемлены. Согласен. Хорошо. Со многими статьями в мирное время это было сработало. Но сейчас пандемия. У каждого умирают дедушки, бабушки. Спортсмены умирают, да, здоровые. И то умирают от ковида. За неделю просто человек сгорает. Дети, в крайних случаях, начали умирать. Но для вас это все херня. Главное, ваши права. Вы во всем виние тебя, общепит. А то, что вас не пускает, ущемляет ваши права, повторюсь. А права сотрудников? У них есть права вообще какие-то? Может быть, эти люди не хотят работать с потенциальным заболевшим человеком? Нет? У нас тоже есть семьи, как ни странно. Есть бабушки, дедушки, дети, жены. Нет? Для вас это все херня? Даже если мы вас пустим без вашего QR-кода и всего того подобное, при проверке заведение могут закрыть на 90 дней. Это три месяца без работы. Останутся около 70 человек в среднем. А вам-то будет похеру. Вы уйдете домой и никогда не вспомните про это заведение. И будете думать, а какая я младец. Я зашла, поел свой, блядь, цезарь, выпил молочный олун с чизкейком. И все. Ну и всему будете именно вы, а не мы. Но вы этого никогда не признаете. А законы в этой стране не работают. Нябу. Замка.